МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и я, Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Вопросы профессиональной этики между государственными служащими обсудили на заседании в областном Акимате. Представители госструктур говорили о том, каким должен быть моральный облик современного чиновника. На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано более 5000 ВИЧ-инфицированных. В регионе состоялся месячник по борьбе со СПИДом, посвященный Международному дню борьбы с этим неизлечимым заболеванием. Под таким девизом в войсковых частях регионального командования Астана стартовала неделя боевой готовности. Вопросы профессиональной этики между государственными служащими обсудили на заседании в областном Акимате. Представители госструктур говорили о том, каким должен быть моральный облик человека, который трудится на благо государства. Об изменениях в этическом кодексе госслужащих высказался заместитель председателя департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. В 2015 году был утвержден Этический кодекс Государственных служащих Республики Казахстан. Данный кодекс нацелен на укрепление доверия общества государственным органам и формирование культуры взаимоотношений на государственной службе. Ряд установленных норм позволяет предупредить случаи неэтического поведения государственных служащих. На сегодняшнем заседании подвели итоги работы, посвященные укреплению авторитета государственного аппарата. Какова его деятельность? Мы уже сегодня с утра на базе регионального центра обучения провели предварительные занятия с уполномоченными по этике, которые назначены на местах по области. С ними проведены занятия, даны разъяснения, чем они будут заниматься, какими законодательствами будут руководствоваться и какими полномоченными они наделены. И сегодняшнее совещание как раз таки подведение итогов всего этого. Этический кодекс способствует соблюдению общепринятых морально-этических норм, а также учит государственных служащих проявлять вежливость и корректность. Для осуществления поставленной задачи была внедрена особая должность – уполномоченной по этике. На новую должность отобрали тех, кто снискал признание и уважение в коллективе. В нашем регионе функции уполномоченного по этике выполняет Сандуаша Слбекова. Она поведала журналистам об особенностях своей работы. В мои функции входит в основном обеспечение соблюдения норм служебной этики, координация деятельности уполномоченных по этике Акимов городов и районов. В этом направлении сегодня мы совместно с департаментом госслужбы по Каргандинской области до обеда провели практические занятия для уполномоченных по этике. На занятиях мы разъясняли основные формы и методы работы, направления, в каком направлении должны работать. С октября текущего года организовываются различные мероприятия, направленные на привитие государственным служащим должных качеств. Помимо этого проводятся анкетирования и обучающие семинары. Власти уверены, данные шаги внесут положительные изменения в работу госструктур. Торжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Меморандум о сотрудничестве заключили руководители семи карагандинских вузов и Центра обслуживания населения. Предметом меморандума стало установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. В стенах ведущих вузов Караганды будут открыты филиалы Центра обслуживания населения. Это главный пункт, указанный в меморандуме, подписанный руководителями высших учебных заведений и ЦОНА. На церемонии отметили, что это первый случай в республике. Деятельность национов, которые будут открыты на базе вузов, будут иметь колоссальное значение, поскольку в наших вузах учатся очень много студентов, которые обучены навыками компьютерной работы. И на сегодняшний день корпорация будет проводить обучение по пользованию электронно-цифровой подписи. Это очень большой шаг в будущее. Главная задача на сегодня – свести к минимуму взаимодействие клиента и сотрудника. Для этого важно обучить граждан работе с порталом электронное правительство. Особое значение этому мероприятию придают и в вузах. Все вузы нашей области поддерживают работу, направленную на то, чтобы наша молодежь, наши преподаватели активно использовали веб-портал электронного правительства. Вслед за подписанием меморандума мы начнем работу по привизию нашим студентам, нашим преподавателям навыков, хотя многие из них и так уже работают на веб-портале электронного правительства, но чтобы расширить масштаб этой работы, активизировать работу. Этому мероприятию придается еще и большое политическое значение, поскольку борьба с коррупцией позволит Казахстану войти в число 30 самых развитых стран мира. Именно этой цели подчинена государственная программа «Цифровой Казахстан», которая сегодня успешно реализуется по всей республике. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Готовимся к праздникам вместе с торговой сетью «Скиф». Только с 4 по 17 декабря. Подарочные наборы для детей от 489 тенге. Сок сады Придонья 1 литр 239 тенге. Сервелат Тай 1 килограмм 998 тенге. Цыпленок бройлера Курочка Ряба 1 килограмм 579 тенге. Приглашаем всех в новый магазин по адресу Татимбета 10 дробь 5. Продолжаем выпуск. В Караганде водитель КамАЗа врезался в столб. В результате инцидента пострадали сразу три машины. Дорожно-транспортное происшествие произошло на центральной улице города. По словам очевидцев, водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в столб. Семиметровый столб упал прямо на пассажирский автобус, задел и легковую машину. К счастью, никто не пострадал. Сейчас выясняется причина ДТП, а также подсчитывается нанесенный ущерб. На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано более 5000 ВИЧ-инфицированных. Более тысячи жителей области болеют СПИДом. 1 декабря во всем мире отмещался день борьбы со СПИДом. Лекарства от этой болезни пока нет, но профилактика самая простая. Ответственно относиться к своему здоровью. Город Металлургов Тимиртау уже не одно десятилетие известен немалым количеством ВИЧ-инфицированных. Не случайно именно Тимиртау стал первым городом, где 20 лет назад стали реализовывать различные программы по профилактике ВИЧ-СПИДа. Это и обмен шприцов для инъекционных наркоманов и бесплатная раздача презервативов. Медики отмечают, что среди новых ВИЧ-инфицированных преобладают женщины. Среди новых случаев заражения в этом году порядка 51% приходится именно на женщин, то есть больше половины. И идет тенденция к росту выявления случаев среди работающего контингента. То есть в связи с реализацией сейчас полового пути заражения, конечно, вовлекаются в проблемы ВИЧ-инфекции любые слои населения, в том числе и все больше проникают в благополучные, социально адаптированные слои населения. За 10 месяцев года в городе Металургов выявлено 143 новых случая ВИЧ-инфицирования. Если 10 лет назад подавляющее большинство инфицированных составляли инъекционные наркоманы, то сегодня это вполне благополучные горожане. 70% от общего количества новых зараженных получили ВИЧ-инфекцию половым путем. Хотя все слои сейчас населения подвержены риску инфицирования любого возраста, но по-прежнему порядка 51% приходится на молодой возраст от 20 до 39 лет. Медики в очередной раз призывают всех граждан ответственно относиться к своему здоровью. ВИЧ-инфекция на сегодня неизлечима. Можно продлить жизнь с помощью антиретровирусной терапии, но и это не убережет от смерти. Мирамгуль Салкимбаев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Актуальные проблемы современной истории Казахстана обсудили казахстанские студенты в Карагандинском государственном университете имени Букетова. Здесь прошла республиканская студенческая научно-практическая конференция «Казахстан. Мое отечество», посвященная реализации идеи программы Рухани Жангру. Актуальные проблемы современной исторической науки Казахстана, модернизация общественного сознания и духовное обновление – вот далеко не все темы докладов, представленные на студенческой научно-практической конференции. Всего подготовлено более 60 работ студентами со всех уголков страны. Студентка факультета иностранных языков Карагандинского государственного университета Мируэрт Момбекова представила доклад, посвященный предстоящему переходу казахского языка на латинскую графику. На моем докладе я рассказала этапы, которые Устанавиш Назарбаев озвучил в своей статье «Для будущей модернизации общественного сознания». Я думаю, что это действительно большой проект. Это изменит нашу страну к лучшему. И мы свидетельствуем с многими странами в социально-экономическом плане и позволит создать хорошую экономическую связь с многими странами мира. Большое внимание на конференции было уделено патриотическому воспитанию. Казахстанский патриотизм – это новая парадигма государственной политики и идеологии. Он относится к основополагающим принципам государства, заявляют организаторы. Стоит отметить, что конференция «Казахстан – мое отечество» проводится в Каргу ежегодно вот уже несколько лет. На этот раз в ней приняли участие 95 студентов из вузов практически всех крупных городов страны. Студенты не просто формально выступают с закладами, к ним задают очень много вопросов, споры, дискуссии. Поэтому конференция действительно носит характер научно-практической работы. Принимают участие у нас в основном студенты 1-3 курса, в том числе не только исторического факультета, а не исторических факультетов. Поэтому здесь очень часто у них работа носит такой творческий первый шаг в научной деятельности. Мероприятие посвящено реализации идей программы «Рухани Жангару». По окончанию конференции ребята будут награждены дипломами, а лучшие работы – памятными призами. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия проводятся для того, чтобы молодежь, будущая Казахстана, училась на исторически важных моментах, анализируя достижения Республики Казахстан и жизнь великих людей. За круглым столом подвели итоги работы ремесленники и дизайнеры Карагандинской области. Они стали участниками обсуждения темы «Перспективы развития ремесленничества и фэшн-индустрии». Небольшая выставка работ ремесленников дает основания понять модную индустрию, которая внесла большой вклад в развитие региона в данной отрасли. Современная промышленность в свое время родилась из ремесленничества, поэтому значение народных мастеров нельзя принижать. Они носители национальной памяти и традиций. Мы пригласили лучших мастеров, ремесленников, дизайнеров и тех людей, которые сделали большой вклад в развитие именно этой индустрии. В нашей области, как правило, люди из фэшн-индустрии, ремесленники, они остаются немножко незамеченными. И мы решили это исправить и провести это мероприятие, сказать им большое спасибо за их проделанную работу. Организаторами мероприятия являются Центральная Казахстанская ассоциация туризма, ресторанного, гостиничного и ремесленнического дела при официальной поддержке Акимата Карагандинской области и региональной палаты предпринимателей Атамикен. Развивая туристический кластер, нельзя забывать и о ремесленниках. Именно они дают возможность через свои оригинальные работы оставить добрую память о Казахстане. Я два года занимаюсь этим, мне очень нравится. Мне нравится наше национальное все, украшения, одежда. Наши те же орнаменты я хочу выразить, я хочу экспериментировать постоянно. Сокеле, диадемы, короны, серьги, браслеты, пояса, жилеты, накидки. И все, что угодно, все, что связано с нашей традицией давних времен, что идет, просто я делаю это в современном стиле. За круглым столом решались не всегда простые задачи развития народных промыслов. Но в первую очередь были подведены итоги года с ремесленниками и работниками фэшн-индустрии региона. Вручение благодарственных писем мастерам, дизайнерам, принявшим участие в международной выставке «Астана-Экспо-2017», в международных конкурсах в городах Милан, Москва, Дубай и других престижных мероприятиях. Были озвучены перспективы для данной отрасли, которые будут реализованы в 2018 году в Карагандинской области. Но, надо сказать прямо, есть проблемы у ремесленников и дизайнеров. Это и поиск материалов, помещений для мастерских, ценообразование, налогообложение и сбыт своей продукции. Есть эта проблема. Есть, конечно, участие государства, но оно недостаточное, потому что в Узбекистане, допустим, на сегодняшний день они, ремесленники, освобождены от налогов. Для них очень много субсидий предоставлено. То есть в Беларуси очень хорошая поддержка идет именно развитию ремесленничества. Наша ассоциация, со своей стороны, делает все для того, чтобы эти вопросы потихоньку отпадали от их... То есть это не было для них преградой, проблемой. Мы за то, чтобы развивалось ремесленничество. Все-таки это народное мастерство, оно неповторимое. Ремесленническое дело должно стать важной составляющей индустрии Казахстана. Чтобы поддержать и просто сказать спасибо работникам фэшн-индустрии, отличившимся мастерам были вручены грамоты и благодарственные письма. На следующий год лучшие мастера будут дополнительно поощряться ценными призами и подарками. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Войска Великой Степи – это опора вечного государства. Под таким девизом проходит тактика строевые занятия в войсковых частях регионального командования Астана. В местных органах военного управления и войсковых подразделениях Карагандинской области стартовала неделя боевой готовности. Сегодня в вооруженных силах Казахстана проводится активная работа по дальнейшей профессионализации армии. В последние годы заметно повысились критерии и требования к качеству подготовки военных кадров. Ощутимо вырос уровень интенсивности боевой подготовки, отмечают военные. В ходе нового учебного периода перед военнослужащими стоят задачи по повышению уровня боевой подготовки. В этом периоде обучения мы особое внимание уделяем одиночной подготовке военнослужащих. Военнослужащие, которые только недавно прибыли в первом периоде обучения, начинают осваивать САЗы. Военнослужащие второго периода проводят слаживание. Вся учебная материальная база, личный состав обеспечены. Я надеюсь, что по результатам зимнего периода обучения личный состав регионального командования Астана покажет высокие результаты в учебных задачах. Мероприятия подготовки вооруженных сил в новом периоде обучения спланированы с учетом задач по обеспечению военной безопасности государства и результатов боевой учебы, достигнутых в предыдущем периоде обучения. Практическая отработка состоится в ходе различных военных учений, в том числе и международных. Начиная с 5 декабря все вооруженные силы Республики Казахстан были подняты по тревоге. Офицеры, сержанты и солдаты войсковых частей и учреждений начали свою подготовку по различным военным специальностям. В настоящее время в подразделениях регионального командования Астана проходят тактическо-строевые учения. Эти учения начинаются с сигнала тревоги. Благодаря данным мероприятиям бойцы личного состава совершенствуют свои боевые навыки и показывают, на что они способны. Сейчас здесь занимаются военные связисты. Главные усилия подготовки войск в 2018 году будут сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности органов управления и войск на уровне, обеспечивающем военную безопасность. Президент страны, верховный главнокомандующий, четко обозначил главную задачу перед вооруженными силами в рамках укрепления национальной обороноспособности и военной доктрины, особо подчеркнув стратегическую важность модернизации и оснащения армии. Андрей Тайна, Андрей Тимофеев, 1-й, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саввоксер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова